Еще раз наградим, уважаемые коллеги, начинаем наш семинар по Web of Science и о том, как его можно принять во время научных исследований. Меня хорошо слышал? Да. И что? Цикл научных исследований, я думаю, вам всем известен, от поиска исследований, от поиска финансирования и выбора тела, от публикации результатов и их продвижения. Собственно, в чем здесь может помочь Web of Science, Web of Science, Web of Science, это первое, это информирование ученых по всему миру, это более активное участие в международных коллаборациях, поиск возможных соавторов, с которыми мы можем вместе публиковаться, которые интересуются и работают в данной тематике, а вот, которая вам наиболее интересна. Это возможность также оформления пристатейных ссылок по требованиям журналов, специальный модуль, который называется Web of Science. На этапе подготовки и проведения исследований нам нужно определяться, какие темы, какие направления наиболее актуальны в нашей предметной области, что уже написано, что уже, какие журналы наиболее авторитетны, какие авторы, на кого лучше сцениваться. Как раз для этого и существует Web of Science. Можем, конечно, это и с помощью ВИНС сделать, если это в рамках России. Но в международной практике это Web of Science. Скопус тоже можем использовать, но на него у нас сейчас нет подписки. Наиболее авторитетных ученых также можем найти с помощью этого инструмента. Далее мы покажем на практике, как это можем сделать. На этапе публикации работы Web of Science предлагает инструменты возможности поиска подходящего журнала. Понятно, чем больше узнаваемость журнала, тем сложнее в него попасть обычно. Плюс для российских авторов есть такая сложность, как оформление педагогических описаний, из-за которых достаточно много статей отклоняется. Например, у меня где-то 7 или 8 отказов было в журналах, потому что не знал, какие именно требования. Начиная от того, что журналы не принимают статей, в которых нет ссылок на наиболее известные журналы в этой же тематике. Зарубежные журналы имеются в виду, российские принимают. У каждого журнала есть список из нескольких десятков смежных журналов в их тематиках. Если журнал не входит в этот список, то если в списке литературы нет журналов, входящих в этот список, одного там нескольких ссылок на них, то получается, статью отклоняют как несоответствующую профилю журнала. Практически автоматически. Следующий этап – это придание огласки результатов научной деятельности. Понятную цель публикации в том, чтобы о наших результатах, о наших исследованиях узнали максимальное количество ученых в мире. Если раньше бы существовал принцип «publish or publish» «опубликуйся или исчезни из научного пространства», то сейчас еще добавляется «get cited» в получение цитирования на свою публикацию, от которой зависит уровень оценки ученого. Собственно, Web of Science предлагает нам доступ к читательской аудитории около 20 миллионов. Для сравнения, у ЛИНС аудитория меньше 2 миллионов. При том, что количество журналов примерно одинаковое. Количество статей. Наоборот, Web of Science отобраны из 100 тысяч примерно журналов, существующих в мире, около 13 тысяч только. Тех, которые наиболее большой авторитет имеют. Основная база данных Web of Science включает 60 миллионов записей по научным публикациям, миллиард ссылок на пристатейную литературу, данные о публикациях и цитированиях за 100 лет. В ЛИНС, кстати говоря, запись о публикациях намного меньше, всего в 2 раза, в ссылок в 4 раза меньше. Хотя ЛИНС – это аналог Web of Science только для одной страны. В целом, это информация, как формируется цитирование на публикациях. И импакт-фактор журналов. То, от чего, в том числе сейчас, у нас зависит оплата статей. Импакт-фактор журналов в 2014 год. Сейчас, если по лицу, по вопросам, в основном используется у нас для оценки. Это количество ссылок 2014 года на статьи, изданные в 2013-2013 годах в этом журнале. А платформа Web of Science состоит из нескольких подсистем. Основная из них – это Web of Science Core Collection. Это ядро Web of Science, в которое входят в наиболее авторитетные журналы. Есть также национальные, несколько национальных коллекций. Китайская, корейская, ну и вот недавно появилась русская. В нашем сайте Citation Index. По нашему регламенту, насколько вы знаете, наибольшая резьба имеет публикации, он говорит, в Web of Science непосредственно. Ну, в Russian Citation Index также мы ценим, кстати, чуть выше, чем обычные ваковские. Где-то в полтора раза. Дальше перейдем непосредственно к работе с Web of Science. Адрес webofscience.com или webofknowledge.com. Ну, не найти достаточно сложно. Назад. Не пишем. По мне. Да, мы рассылаем иногда эти ссылки. Мы можем подготовить спицы полезных материалов и просто ее заслать. Кроме того, к Web of Science в подписке на него прилагается бесплатная версия инструмента EndNote, позволяющего оформлять ссылки на литературу по требованиям зарубежных журналов. Причем переключать из разных форматов. Из одного формата в другой эти ссылки. Но, конечно, чтобы они были оформлены правильно, нужно, чтобы эти статьи не были в Web of Science. Есть портал про Web of Science на русском языке. Такая справка, поддержка. Web of Knowledge. Вок. Инфо. Точка. Ком. Ведро про раньше. Там есть несколько видеоматериалов про то, как можно осуществлять поиск, как можно использовать эти инструменты. Дальше перейдем к тому, как формировать запросы в Web of Science. Перед вами основная страница этой системы. В Web of Science, кроме того, что можно просто набрать текст и его найти, существует также язык поисковых запросов, имеющий определенный синтаксис. Что касается интерфейса системы, то запросы эти осуществляются только на английском. Сам интерфейс можно переключать между разными языками, в том числе есть русский вариант. Но, естественно, все статьи, все аннотации, все это будет на английском. Если с английским хорошо, проблемы нет. Если проблема есть, то можно воспользоваться каким-нибудь переводчиком или в параметрах того же браузера Google Chrome есть встроенный перевод. Можно использовать его. Ну, конечно, там недословные, некоторые искажения бывают, но понять отличие можно, что имелось введу в статье. Можно осуществлять поиск по разным полям данных. Это и автор, и тема, и так называемый заголовок с ключевыми словами. Вот здесь, где мы сейчас выбрали тайтл, там можно выбирать по чему именно искать, когда она будет в базе данных. И вот здесь, в принципе, курсор видно, надеюсь. Собственно, осуществляется ввод поискового запроса. Ну, потом кнопка «Серч». Некоторые параметры дальше можно посмотреть. Ну, естественно, результаты можно сгруппировать, отфильтровать, уточнить и так далее. Это мы чуть-чуть покажем. Чтобы найти данные по нашему вузу, нужно почему-то его вводить в поле адреса, а не в поле организации. Это особенность такая. Система. Можно также использовать несколько полей поиска, если требуется. И так далее. Множество различных настроек есть. Вот, в частности, поиска по полю, название и тема. Приведены некоторые результаты, да. Да, давайте Мария чуть-чуть про эту, по этому слайду, по следующему расскажет. Так, я вчера в очередной, в очередной раз разбиралась с этой системой. Значит, вернусь немножко назад. Так, вот здесь вы видите, Костя взял интерфейс на английском языке, но не пугайтесь, там есть интерфейс на русском. И, соответственно, вот это вот поля поиска. Полей поиска может быть несколько, их можно добавлять вручную. Для этого здесь они добавляются через вот эту вот кнопочку. Add in our field, добавить или добавить новое поле. Или это есть смысл показать, кто же приедет? Ну, если мы подключимся, сейчас, давай. Надо сказать, подключимся, а мы уже подключены. Вот оно. А, вот, отлично. Значит, поле поиска одно. Да, здесь есть два варианта, как регулировать количество полей поиска. Можно делать это вручную, вот таким вот образом. А можно задать количество полей поиска автоматически через вкладку «Другие параметры». Здесь есть поле «Число отображаемых полей». Есть два варианта, либо одно поле, автоматически у вас выводится, либо три поля. Ну, допустим, мы называем, мы нажимаем на три поля, утверждаем наше действие и видим, что у нас автоматически появляются три поля поиска. Значит, как задавать поля поиска? они здесь уже заданы, то есть есть здесь множество вариантов. Ну, основные – это, конечно, по теме, по заголовку и по автор. Значит, опять же, разные варианты. Ну, допустим, возьмем что-нибудь про… допустим, первое поле у нас с вами будет. Возьмем просто «Оилспил». Так, у нас «Оилонгаз». И, например, мы ищем там статью, например, у «Быкова», допустим, да, и забиваем сюда. Автор вот, и мы видим, что система выдает нам список всех статей, в которых – это важно – значит, список всех статей в списке авторов, которых есть. Автор фамилии «Быков», то есть вы видите, да, система выдает все результаты, в которых, автором которых значится «Быков». Не важно, это он является идеаличным автором, либо он входит в группу авторов. То же самое по названию. Мы с вами забивали «Оилонгаз», это значит, что система нашла все статьи со словом «Оил» и все статьи со словом «Газ». если вам нужно только статьи, допустим, по «Оилиндустрию», по нефтяной промышленности. Если вы забьете тему вот в таком варианте, ну, давайте попробуем заголовок. Значит, заголовок, тогда система найдет все статьи, в заголовках которых есть «Оил», и все статьи, в заголовках которых есть «Индустри», и все статьи, в заголовках которых есть «Оилиндустри». Если вам нужны только статьи с сочетанием «Оилиндустри», тогда нужно брать это сочетание в кавычки. Только тогда система будет искать все статьи, которые касаются конкретно нефтяной промышленности. Так, давайте попробуем. Не найдем. Так. Что? Там «Бига» еще. Там может «Пар Оилиндустри». Давайте попробуем здесь какой-нибудь «Смит». Не знаю, сейчас мы просто… Вот. У «Смита» тоже нет никаких статьй, ведь его не есть. Так, вот. И вы видите, да, когда мы ограничиваем свой запрос кавычками, это значит, система ищет только это сочетание слов. Она не ищет статьи, в которых есть отдельно «Оил» или в которых есть отдельно «Индустри». Это очень важно. Значит, дальше по поиску. Сейчас вернусь на презентацию. Презентации. Значит, еще важный момент. когда вы вводите поисковые термины, состоящие… когда вы вводите словосочетание или предложение, порядок слов не важен. Не важно, как вводить наш запрос «Оилиндустри» или «Индустри оил», результаты будут эквивалентны. Значит, еще очень полезная… вот зачем-то так сделала, я теперь не знаю, где мы… Так. еще очень полезная функция вот эти вот подсказки, да, «And», «О» или «Нот». Значит, возвращаемся, убираем вот эти кавычки. если ваш поисковый запрос, который состоит из нескольких слов или это предложение, без кавычек, тогда система автоматически воспринимает эти слова как «And». Я просто для наглядности. То есть, я это уже объясняла, да, какие результаты вы получите. Если, допустим, вы хотите что-то найти, по… ну, допустим, «Industry», «Industry», допустим, «Russian Industries», «Industry», но вам не нужны статьи, которые… сюда тоже заголовок, но вам не нужны статьи про «Oil Industry», тогда вы используете функцию «Not». в этом случае, в этом случае, опять же, да, мы ищем… нам нужны статьи, в заголовках которых есть сочетание «Russian Industries» или по теме «Russian Industries», но которые не касаются нефтяной промышленности. Тогда мы здесь отмечаем «Not», и, соответственно, поисковая система исключает все статьи, которые касаются «Russian Industries», и вы получаете… сейчас попробую, что мы получим… список статей… так… да, вот опять же… все статьи, которые касаются российской промышленности или… да, но не… но не нефтяной. То есть, это такой принцип исключения. Вообще он очень полезен, когда нам можно, допустим… когда темы какие-то много-много составные или… для чего он еще может быть полезен? Вообще… у нас появляются лишние результаты, которых много, и мы хотим их убрать, чтобы они не отвлекали. Вот, совсем верно. Спасибо, Костя. Значит, идем дальше. еще очень полезная… так… так… значит… к символу сечения немножко попозже вернемся… а, все, название темы… ладно… так… еще для поисковых запросов очень полезно использовать символу сечения… сначала, конечно, это очень непонятная вещь, что это такое, но на самом деле здесь все просто и очень… так, Костя, как мы пошли? так… ну, дальше… есть, там просто… вот… ну, и следующий… а… где мой? он где-то в пустыне… можно и по этим… заменяет запрос… поиск по полю автор… значит… так… символу сечения немножко попозже… вот я искала этот сайт… поиск по полю автор… значит… и когда вы… ищите… по графе автор… вот он… регистр не имеет значения… неважно… строчными или заголовными буквами вы вводите… имя автора… имя или фамилию автора… система воспринимает эти запросы… одинаково… то есть здесь… на этом не нужно… тратить время на то, чтобы понять… как… какими строчными или заглавными… то есть… неважно вы забываете СМИТ… или… результаты… результаты будут одни и те же… так… дальше… знаки припинания… точки… запятые… дефисы… точки с запятой… то есть все… все знаки припинания… система не учитывает… поэтому вам не нужно… в строке запроса… если речь где-то об авторе… не нужно ставить точек… то есть… на это… время на это… тратить не нужно… то есть мы… ищем таким образом… и здесь еще очень важный момент… если… вы указываете… только один… инициал… тогда… система… воспринимает… этот… запрос… вот таким… вот… образом… это значит… что… она будет искать… всех… авторов… статьи всех… авторов… которых зовут СМИТ А… а… вместо звездочки… система… автоматически… подставляет… все варианты… с… наличием… второго… второго… инициала… то есть… это может быть СМИТ АС… какой-нибудь… СМИТ… там… а… допустим… какая-то вторая фамилия… Джеймс… да… поэтому… если вам нужен конкретный автор… то… желательно указывать… оба… желательно указывать… больше… больше… одного… потенциала… тогда он… система… покажет вам список… статей… этого конкретного автора… дальше… так… про это рассказала… дефисы и апострофы… в именах исправляется… как пробелы… то есть… вот… запрос с Карли Тухара… идентичен запросу с Карли Тухара… или… но… важное замечание… об этом пишут… в… рекомендациях… что… несмотря на то… что… значит… вот эти дефисы… или… если фамилия с апострофом… да… о Нил… там… о Хара… воспринимается как пробелы… вот… разные сочетания… могут давать разные варианты… поэтому… нужно… всегда проверять все эти сочетания… допустим… для этого… сделать очень просто… вы просто выбираете… в каждом… поле… автора… и… вводите сюда… разные… разные варианты… написания… опять же… да… напоминаю… and… не имеет значения… строчная… или прописная… поэтому… такими… вот… вот… сюда мы вводим… и… соответственно… система… выдаст вам все… все результаты… которые найдены… по… вариантам… по этим… траматам… так… дальше… да… вот… символов сечения… их… всего три… звездочка… вопросительный… знак… и… знак… американского доллара… они используются… в… полях… еще раз… поля… у нас… значит… тема… заголовок… знаки… знаки… в чем их разница… значит… знак вопроса… заменяет только один символ или знак… только один… когда вам неизвестно точное написание… значит… доллар… знак доллара… заменяет также один символ или его отсутствие… то есть если вы не уверены… если… после… Смит… если вы не уверены… по поводу написания… фамилии Смит… это может быть четыре буквы… как здесь… да… или может быть… после… у нее еще… еще какие-то буквы… если вы допускаете… что Смит… это и есть… правильная фамилия… я же тут… не только… я просто хочу привести пример… ну… с нашим городом Ухтан… там как раз есть… буква… которая… то бывает… то не бывает… ага… вот эта буква… кей… ее можно как раз заменить… этим символом… да… значит… и… как раз… если отсутствует… если… есть неуверенность… по поводу одного символа… здесь можно использовать… либо знак вопроса… либо знак доллара… но доллар… позволяет… еще… искать… варианты… когда… символ отсутствует… да… то есть вот… пример… если вы… ввели запрос… смит… со знаком вопроса… то тогда у вас… может… два варианта… поисковых систем… выдаст вам два варианта… смит… смит… но не смит… смит… потому что… а… знак вопроса… не… не читает… отсутствует… отсутствующий знак… а… так… плюсы знака доллара… в том… что… он может использовать… внутри слова… значит… вот как раз по поводу… ух ты… очень правильный пример… вот… допустим… вот… мы не знаем… какой здесь… какой здесь знак… мы забываем сюда… знак доллара… тема… не знаю… попробуем… в тему… не знает… не знает… система… такого… города… не знаю… в… да… никто не писал… про… значит… дальше… звездочка… звездочка… заменяет только группу символов… да… в этом принципиальная разница… или… или также их отсутствие… но при этом… при… при поиске по теме… или названию… до звездочки… или после звездочки… должно быть не меньше… трех символов… да… и вот… такой пример… поиска… Хоффман… или Гоффман… если вы… забили его… в таком… ввели его… в таком варианте… то… система выдаст вам… ну… множество разных вариантов… авторов… и собственных статей… значит… и… последнее… что символом… важным… про символы… исключения… их нельзя использовать… после знаков пропинания… система… такие запросы… расценивает… как сбой… вот… и в общем… будет капризничать… и… исключения… достаточно… хотел бы… показать… как мы сможем найти… в Google Science… авторов… занимающихся… сходными… исследованиями… либо… журналов… в которых… можно опубликоваться… давайте… уберем… так… … нет… так… ну… допустим… у нас есть некоторая тема… можем ее вписать в тему… или… в заголовок… да… тема… более обширная… поиск… точнее… по ключевым… словам… заголовок… по заголовку статей… в принципе… что нам больше… интересно… насколько более… узкий… круг статей… более регулярно… получить… мы хотим… так… какая-то тема… ну… допустим… материальная стимулировка… что ближе… да… ну… ищем список статей… связанных с этим… тут всего 50 получилось… и можем… посмотреть… в параметрах… уточнения… результатов… категории… в которых… статьи… с данными словами… в заголовке… встречаются… экономика… там… и так далее… типы… документов… если хотим… уточнить… статьи… указать… можем… все оставить… и дальше… самое интересное… это… авторы… кто занимается… этими… исследованиями… в данном случае… мало… достаточно… 50 всего… результатов… вот… они… дальше… также… название… изданий… в которых… опубликованы… похожие… статьи… в данном случае… какие-то… металлогисты… почему-то… на первом месте… но… обычно… релевантные журналы… сюда попадают… некоторые… более… подходящие… может… может быть… есть… наиболее… шумокую… тему… что… что… а… можно… одно… слово… оставить… должно стать… больше… результатов… немножко… больше… вот… и… вот здесь… сразу… какие журналы… наиболее… популярные… направления… вот… в журнале… экономикс… там… четыре… тысячи статей… связанных с этой тематикой… и так далее… можно… их выбрать… и по ним… уточнить результаты… посмотреть… какие именно статьи… публикуются… в данных журналах… по этой теме… по авторам… аналогично… можем увидеть… кто наиболее… больше всего… пишет… по этим направлениям… даже… группа авторов… да… какие организации… занимаются… скобыми тематиками… ну… можно остальное… отмахать… но это уже не… интересно… нам в данном случае… важнее всего… узнать… где… попубликоваться… как узнать… рознив русские… от этих журнала… да… о… כ… какие из этих журналов… русские… нет… ну вот… никакие из этих журналов… вы сказали… что… какой нет… русский список… журналов… подожди… сначала… да… как… а… в этом… журнале… есть… я… Я не понял, в этом перечне журналов есть нахрен? Здесь есть журналы, которые входят в Science Code Collection. Их не очень много. А как это сразу выйти? Можно посмотреть по языкам. Нет, а журнал «Страна» еще сразу посмотрите. Ну вот страна. Нет, конкретный журнал, давай. Как вам узнать о нем, в какой стране он воздействует? Ну вот конкретные журналы, где, допустим, из этого интерфейса, если его выбирать... Так, категорнее все это посворачиваем сейчас. Только что было выберите журналы. Название издания. Ну да, давайте выберем статьи этого журнала. Сейчас выведутся. Так, как он называется? Далее можно посмотреть информацию о журнале. Коротко. Его «Квартиль» и издательство. Далее проверим еще. Что такое «Квартиль»? «Квартиль» журнала означает, насколько этот журнал высокоуровневый, так скажем, насколько он популярен, насколько он авторитетный. А четыре, хорошо. А четыре – это минимальный «Квартиль», а один – это максимальный, у двух журналов «Science» и «Nature». В общем, максимальный «Квартиль» – это единица, а минимальный – четыре. И получается, чем в журналы «Квартиль» в один попасть достаточно сложно, в четыре еще есть возможность. И в один попасть, в двух журналах. А два – это. Прошлажаем? «Квартиль»? Да. «Квартиль»? 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 «Квартиль», «Квартиль»? «Квартиль»? «Ну, здесь легко посмотреть, можно только короткую информацию о журнале, да?» Где-то есть и подробнее, конечно. Есть отдельная подсистема от journal citation reports, которая позволяет смотреть журналы. Я не помню, у нас к ней доступ вообще есть или нет. Через нее, кстати, можно подаваться на включение жмора в WebScience. Здесь нужно выбрать какое направление. Почему-то я LiveScience выбрал. Дальше, какие коллекции включаются, какую-то из них выбираем. Где? А, понятно. У нас, видимо, нет на нее метки доступа. Так, ну давайте по поводу параметров журнала еще не посмотрим. Но мы, по крайней мере, сами смотрели в другой системе, непосредственно в WebScience. Возможно, у нашего УЗа и доступа нет к рассмотру более подробной информации о журнале в непосредственном системе. Здесь есть, конечно, инструменты поиска журнала, но почему-то подробная информация закрыта. Так, я еще хотел показать кратко, как сформировать список литературы, если это интересует, конечно. Найти будет на самом деле. Вот. Что, что, найти? Пусть уже... Русский журнал человек хочет, найдем русский журнал. Так. Давайте найдем русский журнал. И именно русский или на русском языке? Русский. Так. Пусть работы нету, да? Это, по данным математике, значит, нет статей в русских журналах. Это подобразывается? Это стимулирование. А вы отпечатываете все? Ну, вообще нет журналов. Нет статей, в которых... В тексте это место, давайте. Сейчас. Ну, на главной странице указываем ойл. Дмитрий, записывайте. Нашли сто восемьдесят тысяч. Сто восемьдесят тысяч? Это было хорошо. Да, это статей, которые... Заголовки ойл. Уточнение указываем для стран и территории. Ну, пора. Ну, вот. Из России три тысячи статей. Вот, про ойл. Так. Нажимаем кнопочку «Уточнить» и видим, какие статьи в России опубликованы. А здесь, сбоку, проматываем название издания. Это статья, журналы. Вот, название издания. Нет, это импортные журналы, наверное. Просто наши печатаются. Как? «Russian Journal of Applied J3» «Доклады your sciences». Наши журналы. Доклады о каких-либох. Нет, это весь список журналов, которые как-то связаны с Россией. Они отсортированы по бумаге в нашем отфильтрованном списке. А как посмотреть требования? Требования журналов. Хочу вам в четвертом. Так. В четвертом. Сейчас открою. Четвертый доклады и сайт, да? Нет, да. Так. Нажимаем кнопочку «Уточнить». Смотрим, какие статьи там опубликованы, чтобы примерно представлять, какие параметры. Смотрим полный текст издателя. Здесь попадаем. Статья. Это первое мы смотрим, да? Фундаментальное исследование расположения нефти и газа в Южном Каспийском бассейне. В Южном Каспийском бассейне. Хорошо. Переходим на сайт, в данном случае спрингера попали. И здесь можно посмотреть доклады EOS Science. Доклады EOS Science это доклады вроде Академии наук. Можно здесь посмотреть где-то параметры и сведения для авторов. можно посмотреть через поиск. Вот оно. Туда же, да? На спрингер. И вот в Deliver. Третья ссылка. Открываем. Что это такое? Третья ссылка. Все по-русски. И получаем адрес. Полнотекстовый. То есть нам нельзя поставить это полнотекстовый? Есть. Есть варианты. Это зависит от журнала. Зависит от журнала. Во-первых, журнал может опубликовать эту статью в полном варианте у себя. Если он open access или если он частично open access. Вот, например, полный текст издателя. Или если у организации есть подписка на этот журнал. Но у нас вряд ли есть какой-то подписка. Можно также здесь в параметрах этой статьи. Сейчас я ее открою. Тут должна быть кнопка. Найти. А на сайте? На сайте. Купить. Купить. На сайте журналов точно указано, за сколько эту статью можно купить. А также где-то здесь должна быть функция. Вот она. Найти полный текст. Эта функция позволяет с помощью гугл поисковика, с помощью гугл академии найти этот полный текст. Если он где-то выложен, например, на сайте вуза, автора которого приковарили. Или еще где-то. В данном случае полного текста этой статьи в публичном доступе нет. Статьи нашего университета. Сейчас. вводим в поле адресу, кто стоит. И видим 37 статей, которые так или иначе связаны с нашим университетом, скорее всего опубликованным, с указанием аффиляции нашего университета. Но больше всего наш университет прикладной физикой занимается. В университете не включая его из него. Здесь можно посмотреть аналитику. А вот, извините, вот адресный автор, персонал, дальше и вот и д почему-то по-русски. Потому что интерфейс русский. Если переключить интерфейс на английский, будет все по-английски. Да, получается, автор по-русски. Тексты по-английски. А тексты можно перевести на русский? Текст можно перевести на русский, но не с помощью Web of Science, а с помощью переводчика. Или встроенного в браузер. Или просто скопировать переводчик. Так, это у нас Google Chrome. У Google Chrome они, например, в браузер. Прямо вот так можно выделить. Правой кнопкой нажать и здесь посмотреть перевод. То есть, когда туда предоставляешь свою статью, не надо английскую статью. Или английскую принятие не надо предоставлять. Это зависит от журнала. Если это русский журнал, например, социологические исследования, входит на поп-сайенс или физико-плазму, то статья на русском языке, аннотация, название и прочее. Атрибуты на английском. И она сюда попадает. В Core Colleges, тем не менее, переводят или даже без перевода, только аннотация, да? А какого же, например, на английском и на русском языке? Ну, получается, есть и такие журналы. Но большинство зарубежных журналов, ну, конечно, на английском языке, только требует. Ну, может, на другую какую-то. Так, что-то я ещё хотел... А, я всё ещё хотел показать, как спробировать список литературы. А, так. Чего он просит? Сохранить. Ага. Тут они не связаны, видно. В общем... Здесь можно сохранить это вон дно, но для этого нужно войти в эту систему. Войти в неё можно зарегистрировавшись, находясь внутри ВУЗа. Внутри сети ВУЗа. Или в англ-сайт, или в англоте. Ну, здесь вот регистрация. Адрес почки указывается. И, в принципе, там продолжить ещё. Ещё, может быть. Надо будет показать. Можем сейчас попробовать это сделать. После этого, кстати, можно будет входить в Web of Science и в англоте с любого компьютера. Не только из Web2City. А, ну... Да. Здесь нужно подтверждение всей мэйла. Чтобы дорегистрироваться. Так. Ну, тогда на словах расскажу. Получается, мы выделяем нужные нам статьи, найденные по тематике. Их сохраняем в англоте. И в англоте мы можем их преобразовать в формат, требуемый журналом. У зарубежных журналов есть несколько форматов оформления при статейных ссылках. С списка литературы. Тот же АПА, Оксфордский, Гербердский формат и так далее. У них у каждого есть какие-то свои особенности. И справиться с этим всем помогает как раз. Инструментом бьет. Так. Я на какой-то вопрос еще, наверное, не ответил. Или на все ответил. Ну, если есть какие-то еще вопросы. Позвонить вам? Позвонить? Да. Мне? Можем. Почему сейчас он не зарегистрировался? Ты на какой-то? Ага. Нужно подтверждение, что я получил на email какой-то вход. Его туда нужно ввести. Email у меня сейчас далековато. Ну, конечно, могу сейчас зайти на вход, если порой вспомнить. Ну, просто завести друга с английским. Да. Это как вариант найти в Web of Science людей, которые пишут по сходной тематике. Вот. Ввести ключевые какие-то слова свои. Аааа. Найти по ним авторов соответствующих. С ними списаться может они. Будут готовы. Сотрудничать. Давай коллаборационисты подталкивать. Да. Кстати, международные статьи с авторами нескольких стран расчетируются лучше, чем индивидуальные или написанные авторы из одной страны. На помощь стередового лица твоего языка у нас будет в нашей сети? У нас есть международные. Вот он. У нас вот Антон Николаевич, но ему нужны ставки для переводчика. Итак, коллеги. Два года назад было сокращение штатов, международного отдела переводчик был сокращен. Если этот вопрос всталит, если нанимать человека на переводы, то пожалуйста. А вообще, я хочу сказать, я хочу сказать, я хочу сказать следующее. Вот у нас была консеренция, обучение странных граждан, где я сегодня образовываю услугу. Приезжал человек, который 20 лет занимается развивать в Матвеевском университете. И, понимаете, там один вопрос, в котором он стоял, это английский язык в академическом пространстве и в академической сфере. И когда я с ней говорил, я говорю, давайте вот мы обсудим этот вопрос. А что здесь обсуждать? Если мы планируем идти вперед и развиваться, английский язык это обязательное требование для современного человека, который занимается наукой. Вот такой был ответ. Ее ответ. То есть это не я придумал даже. Вот. Это естественно. Сейчас. Переводчиков нет. Переводчиков в штате нет. Есть. Нет, а есть какие у нас? Ну какие профессора, например, которые... На кафедре русских языков, может быть, они есть, но никто же не будет просто так переводить, понимаете? За заключение соавтора. За заключение соавтора. Плюс эта статья, насколько я знаю, она оплачивает университетом, если вы там публикуетесь правильно. А гоноража с переводчиками, если поделитесь, я думаю, переводчик не будет против перевести вам. Вот. Ну то есть в суммном слове коммерциализация забавно выглядела. Преподавательская церковь. Преподавательская церковь. Да. Да. То есть не включая церковь сами переводчиков, нет? Ну тут есть одно иное. То есть, извините, одно иное. Это же для университета идет. Одно понятие ставится университет. Это должна быть помощь какая-то. Даже оформление, кстати, это же очень сложно. Нет, но доктор ты правильно сказал. Если вы в офсайз, вам университет будет оплачивать. Абсолютно. Понимаете, оплачивают. Нет, мы здесь. Да, конечно. И, соответственно, у вас появятся какие-то средства. Можно будет разделить, но с переводчиком. С переводчиком. С переводчиком. Короче, договорились. Может быть, сформировать какой-то, ну не отдел, а выделить человека, человека хороший, а переводчик, которому он завтра потом оплачивал по итогам публикации, да? Синкрализованно, так сказать. Чтобы, ну, перечислялась за каждую переведенную статью в итоге. Да, я хотел сказать одно новое. Вот, например, в компьютере. Там открываешь несколько окон, и он работает медленно. Это все знают. Вот так. Дополнительный язык, он такой же открытый, и он мозгует. Просто производительность мозгов уменьшается. Нет, это правда. Как это? Нет, он наоборот. Вот поверьте. И язык, он наоборот, позволяет вам думать уже по-другому, видеть, и это эти же вопросы с других точек зрения. Да, да, да. На что? Нет, может быть, на том этапе, когда вы обучаетесь, вот первый этап, это самый. Вот эта тема, она будет всякие для любого сайта. Ну да, на семинаре с Петрозаводском у нас была замечательная фраза. что преподавать надо хотя бы пару лекций там на английском языке. Не в другом языке, а в том каком. Ну, конечно, высокий. Да, наравне со справкой у вас все судили. Вот он повар. А что ложь какие-то? А еще есть вопросы? Спасибо. Доклад при себе окончим. Если вопросов нет, то все. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok